Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему краснеют листья у пеларгонии и что с этим делать. Причины покраснения листьев. Пеларгония требует к себе постоянного ухода. Если этого не делать, цветок может заболеть. Одной из таких неприятных болезней как раз является покраснение листьев. Существует несколько причин покраснения. Одна из них это избыток света. Из-за большого количества солнечного освещения листья из ствола растения краснеют и желтеют. Такое явление чаще наблюдается весной на старых листьях. В этом случае горшок с керанью необходимо переставить в тень. Следующая причина это низкая температура. На покраснение влияет холод в помещении. Когда температура опускается ниже плюс 18, пеларгония начинает подмерзать. Листья краснеют по краям, а затем и вовсе отпадают. Если растение стоит на холодном подоконнике, его стоит перенести в теплое место. Цветок, который растет в открытом грунте, следует пересадить в вазон и занести в помещение. Переувлажнение. Очень часто цветоводы переусердствуют с поливом. В результате корни загнивают. Свидетельством прикорневой гнили являются красные пятна на листьях. Возбудителями болезни являются грибы, которые обитают в районе прикорневой зоны. При правильном уходе растение не боится инфекций. Когда цветок ослаблен, грибок атакует растение. Проявляются заболевания на нижних листьях. Они становятся красно-оранжевые. Если вирус попадает в ствол, он становится кирпичного цвета. Рекомендовано опрыскивать растение фунгицидом и поливать его тем же раствором. Кстати, это важно. Краснеют и сохнут листья из-за жесткой воды. Особенно, если она прямо из-под крана. Следующая причина – это недостаток или переизбыток питательных веществ. Почему краснеют листья у герани комнатной? К основным причинам – дефицит химических элементов в почве, который может быть вызван повышением кислотности и электропроводимости грунта. Пеларгония резко реагирует на недостаток таких химических элементов, как азот, кальций, фосфор, цинк и бор. Внешне признаки проявляются через 2 или даже через 6 недель. Недостаток азота тормозит рост цветка. И если герань долго не получает достаточное количество этого минерального вещества, листья закручиваются и обретают красную пигментацию. Далее листья засыхают и отмирают. При длительном азотном голодании происходит отревеснение ствола герани, снижается количество соцветий, которые быстро отцветают. Дефицит фосфора проявляется покраснением по краям нижних листьев. В дальнейшем – потемнение и отмирание. Корни и стебель уменьшаются в толщине, цветение прекращается вовсе. Нехватка цинка приводит к задержке развития растения. На листьях появляются розовые и оранжевые пятна. Появляются через месяц после голодания. Цветок останавливается в росте, корневая система развивается очень медленно. Вирусные заболевания. Беларгония, которая растет на улице, часто подвергается насекомым вредителям. Мучнистый червец, паутинные клещи, белокрылка. Следует осмотреть растения, как в лицевой, так и с обратной стороны. Одним из распространенных вирусов является кальциевая пятнистость. Листья краснеют летом. Вирус изменяет их форму, они сворачиваются. Изредка поражаются цветия. Если это произошло, поражение обрело больших масштабов. Как спасти комнатную герань с покрасневшими листьями? Если покраснели листья, возникает ряд вопросов, как помочь и что делать. Давайте посмотрим на последовательность действий. Сначала следует осмотреть растение, нет ли на нем инфекции. Верхушку слегка обрезать. Если стебель зеленый, верхняя часть здоровая. Если верх коричневый, растение находится на поздней стадии заражения. Спасать его не имеет смысла. Если стебель нормальный, герань следует пересадить в новую землю. Использовать нужно специальный грунт. Обратите внимание, что покупная земля может содержать инфекции и бактерии. Перед посадкой ее следует обязательно продезинфицировать. Если обнаружены вредители или грибок, растение следует обработать специальными препаратами. Проверить влажность почвы. Если куст поливался давно, а грунт до сих пор влажный, значит герань залитая. Когда причина определена, пеларгонию следует пересадить. Покупную землю следует обеззаразить. Это я вам уже говорила. После пересадки комнатной пеларгонии необходимо обеспечить правильное питание. Следует ответственно отнестись к выбору минеральных удобрений. Прежде всего герань нуждается в таких химических элементах, как калий, азот и фосфор. Для пышного цветения в комплексе к трем минеральным добавкам додают серно-кислый магний. Йод способствует обильному цветению. Для нормализации питания необходимо проверить почву на кислотность. Нормой считается pH от 5,5 до 6,5. При высокой температуре, избытке влаги и сухого воздуха, питательные вещества плохо усваиваются. Перед применением любого органического удобрения следует внимательно изучить инструкцию, строго соблюдая дозировку. Передозировка способствует появлению сухих и красных листьев. Ну и профилактика. Для того, чтобы не сохли и не краснели листья, следует соблюдать ряд рекомендаций. Правильный размер вазона. Он должен быть просторным и иметь поддон. Следить, чтобы не было застоя воды. Зимой цветок должен находиться в состоянии покоя. Весной проводить обрезку и прищипку герани. Регулярно проводить прикормку, особенно в период цветения. Весенний и летний период удобрять пеларгонию хотя бы раз в неделю. Следить за балансом минеральных веществ. Обеспечить оптимальный температурный режим. И если соблюдать все вышеперечисленные советы, про такую проблему, как покраснение листьев, можно забыть. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос, можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok